Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Рад приветствовать вас на моём канале Миша Импассабл. Сегодня мы поговорим о персидской религии зероастризма и её пророки-основателя Зоратустре. Даже те, кто ничего не знает о религии зероастризма, наверняка слышали имя её основателя. Хотя бы по названию книги Ницше так говорил Зоратустре, который я вынес в заголовок этого сюжета. Герой произведения немецкого мыслителя, однако, имеет мало общего с настоящим персидским пророком, который тоже предрекал человечеству беды и несчастья, но несколько иного, нежели у Ницше характера. Согласно традиции, Зоратустре родился неподалёку от нынешнего Тегерана в обедневшей семье воинов. Исследователи до сих пор спорят о том, когда произошло это событие. Одни склоняются к XV веку до н.э., считая Зороастра, это его греческое имя, первооткрывателем апокалиптической мысли. Другие называют XII столетие до н.э. или библейскую эпоху исхода иудеев из Египта. Большинство же учёных полагают, что он жил в VI веке до н.э. и был современником Будды, Конфуция и ветхозаветных пророков. С детства Зороастра проявлял интерес к религии и был обучен жертвоприношениям и священным песнопением. Когда же он достиг 30-летнего возраста, то был вознесён в духе к престолу Верховного Божества, Ахура Мазды, который направил его к людям с призывом выбирать между ним и противостоящим ему злым духом Ангра Майнью. Зороастра проповедовал религиозные реформы и учил своих последователей вести праведную жизнь, руководствуясь благими намерениями и мыслями. Тем, кто встанет на защиту добра, пророк обещал благоденствие в земной жизни и бессмертие в мире грядущем. Предсказал он также и окончательную победу небесного воинства Ахуры Мазды, которая произойдёт после Судного дня, когда земля пройдёт очищение, а силы зла будут полностью разгромлены. В античные времена зороастризм стал государственной религией трёх персидских империй. Во времена правления Ахименидов, это речь идёт о VI-III веках до н.э., и парфянских царей, это около II века до н.э. и III века н.э., а также династии сасанидов, около III века н.э. до V века н.э. Однако на протяжении своей долгой истории зороастризму не удалось сохранить монотеистическую направленность, столь характерную для иудаизма и ислама. При сасанидах зороастрийские жрецы склонялись к дуалистической картине мира, в которой Ариману, это ещё одно имя злого духа Ангра Майнио, отводилась роль непримиримого и равновеликого соперника Ормазда, это ещё одно имя верховного божества Ахура Мазда. В битве между добром и злом эти два божества, Ангра Майнио и Ахура Мазда, считались равновеликими противниками. Сегодня немногочисленные общины последователей зороастра сохранились в Индии, Пакистане и восточном Иране. Собрание священных писаний зороастризма, известное под названием Авесты, было завершено столетие спустя после смерти основателя этой религии, также при династии сасанидов в IV-V веках н.э. Одним из самых древних пластов Авесты являются гаты, литургические гимны, написанные на древнеперсидском языке. Уже в гатах мы встречаем упоминания о судном дне и других апокалиптических темах. По окончании земной жизни каждый человек должен будет пройти по мосту разделения, и сам зороастра будет сопровождать праведников, которых по другую сторону моста будет ожидать дом благого ума. Иная горькая участь ожидает после смерти грешников, чья совесть будет терзать их души и чьим пристанищем станет дом лжи. В более поздних комментариях к Авесте, написанных в эпоху мусульманского господства в IX веке н.э., описание судного дня и воскрешения из мертвых носят более детальный характер. Здесь мы читаем о делении человеческой истории на три тысячелетние эпохи, каждая из которых начинается с добра и благоденствия, а заканчивается хаосом и разложением. Первая такая эпоха была провозглашена самим Зороастром. На исходе последующей эпохи придет обещанный третий избавитель, провозвестник всемирного обновления, который будет сопровождаться воскрешением из мертвых, страшным судом и победой над злом и смертью. В те дни человеческая история придет к своему завершению, и Ахура Мазда установит свое царство на земле, торжество которого не придет вовеки. Звучит это все, разумеется, замечательно, но пророчеством Зороастры уже более двух с половиной тысячелетий, а в мире по-прежнему царит зло, и победы благих сил не видать и в помине. А хотелось бы. Хотелось бы все-таки определиться с торжеством добра, хотя бы на короткое время и в одной, любой, отдельно взятой стране. Вот такая история. Пожалуйста, пишите комментарии, задавайте вопросы и предлагайте сюжеты и темы для будущих передач. А пока что я прощаюсь с вами. Спасибо за то, что были со мной. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!